Привет, студент! Ты — это то, что ты смотришь, поэтому отложи свои дела на потом и устраивайся поудобнее. Команда «Универньюз» и я, Дарья Миронова, собрали для тебя только лучшие новости. Смотри сегодня. Russian PR Week. День первый. КФУ прошел первый день Всероссийского форума общественных коммуникаций. Короли ринга. Студенты татарстанских вузов выявили сильнейших в соревнованиях по боксу. Прокачаться по теме рекламы, пиара и медиа ты можешь на форуме Russian PR Week. Уже прошел первый день. Что ты пропустил и что еще можешь нагнать за три дня? Смотри прямо сейчас. Корреспондент Анастасия Иванова расскажет, каким был ее первый день на форуме. Если вы 14 апреля случайно прогуливались у Института управления экономикой и финансов в КФУ, значит вы точно видели развивающийся флаг PR Week. Значение этой аббревиатуры можно узнать, если зайти в здание, ну или пройти по специальным стрелочкам. Нашу любопытную съемочную группу это заинтересовало, и мы пошли искать дорогу к истине. Все, погнали. Туда? Спасибо. Привет родителям. Привет мамам. Мама Наташа. Пойдем дальше. Как оказалось, четыре английские буквы говорят о том, что в КФУ проходит Всероссийский форум общественных коммуникаций. Четыре дня, 12 ведущих экспертов России, студенты из 18 городов страны, реклама, ивент, медиа, все это Всероссийский форум Russian PR Week. Желающих пообщаться со спикерами становилось все больше, ведь приглашенные гости форума – специалисты сфер медиа и пиара. Здесь каждый может познакомиться с представителями компании «Несле», проекта «Казань Гоу» и даже с пресс-службой президента Татарстана. Мы решили не снимать на камеру интервью со спикерами и записывать для вас интенсивные лекции, ведь форум продлится еще три дня, и каждый может принять в нем участие. Но зато мы поговорили со студентами, будущими специалистами сферы паблик релэйшнс. Настя, давай. Для меня пиар – это возможность, да, во-первых, для меня это профессия, возьми, сначала того, извиняюсь, переписать можно будет? Да. Пиар для меня – это профессия, это возможность реализовать свое будущее. Например, вот при пиар – это уже, так скажем, такой способ, как сказать? Способ чего? Ну, показываем, например, уже не только продукт, можно пропиарить человека. Пропиарь меня, давай. Так, ну, вот, прекрасный у нас корреспондент. Смотрите, как она шикарно оделась сегодня. Участник или организатор? Участник. Зачем ты здесь? Ну, я приехала… Мон, без ну, да, давайте переснимем. Второй дубль. Еще раз вопрос, может, было? Давай, еще раз, какой вопрос был? Зачем ты сюда приехала? Я сюда зачем? Я здесь. Дубль третий. Я приехала сюда для того, чтобы повысить свои знания, и чтобы познакомиться с новыми людьми, и чтобы просто повеселиться. Сама яс-славышская венститут КФУ, и благодаря этому, благодаря таким форумам, мы можем между собой сотрудничать в разные университеты. Главное – знакомство. Ну, главное, конечно, знакомство, да. Будем знакомы, Настя. Или Мира. Университет, смотри. Хорошо. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Университет. Мир меняется и развивается. А с ним и наш университет. Кстати, скажу по секрету, вполне вероятно, студентов-геологов будет ожидать что-то новенькое в процессе их обучения, потому что их научная деятельность заинтересовала больших специалистов. Кто посетил Казанский федеральный, смотри в нашем следующем сюжете. 14 апреля КФУ посетила делегация представителей Тюменского нефтяного научного центра. Данная компания уже имеет результативное сотрудничество со многими крупными вузами России. И теперь внимание привлек Казанский университет. Знакомство с КФУ представители компании начали с музея истории, а после отправились в лабораторию Института физики и Института геологии и нефтегазовых технологий. Гости университета не скрыли, что КФУ оставил прекрасные впечатления и полностью оправдал свою высокую репутацию. И, конечно же, с ним хочется сотрудничать и дарить студентам большие возможности. По результатам визита будет составлен протокол взаимодействия, сотрудничества о намерениях. Я думаю, что мы по этому протоколу будем работать и будем сотрудничать. А сейчас самые интересные, яркие и неожиданные новости в нашей постоянной рубрике WebNews. В рамках республиканской студенческой весны 15 апреля в IT-парке пройдет крупнейшее мероприятие среди студенчества республики – фестиваль «Интеллектуальная весна». 17 апреля в Казани состоится очередное грандиозное открытие летнего сезона «Вело-лето-2016». В программе праздника – велосипедное шоу от Сергея Бандерова, соревнования по прыжкам на велосипеде в высоту и длину, драг-рейсинг и многое другое. 13 апреля в столице России на ВДНХ состоялось открытие Московского международного салона образования. Выставку посетили ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров и проректор по вопросам экономического и стратегического развития Марат Сафиулин. Они ознакомились с работой стенда «Исламское образование в России» и тем, как на выставке была представлена система «Исламского образования Республики Татарстан». Центробанк России анонсировал выпуск новых купюр в 2017 году – 200 и 2000 рублей. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиулиной, новые банкноты упростят операции с наличными. Окончательную судьбу новых купюр решат на одном из федеральных каналов путем общественных обсуждений и голосований. Сейчас голосование происходит в интернете. На портале Госуслуг Татарстана появилась функция автоплатежей штрафов ГИБДД, оплаты услуг ЖКХ и пополнение школьных карт. Причем оплата штрафов сможет проходить сразу со скидкой в 50%. В КФУ проходит отборочный этап чемпионата «Кейс-Ин». В ходе отборочного этапа в течение 10 дней участниками решаются инженерные кейсы и важная роль здесь отводится экономическому обоснованию предлагаемых решений. Мэрия Казани запустила свой канал в популярном мессенджере «Телеграм». С сегодняшнего дня все самые важные новости города можно прочитать не только на портале kzn.ru, но и в ежедневном дайджесте. Впервые за всю историю акции «Тотальный диктант» пройдет в море на всемирно известном барке «Крузенштерн», который отмечает в этом году свое 90-летие. 14 апреля в КФУ прошла презентация международной сервисной компании «Вэзерфорд» для студентов Института геологии и нефтегазовых технологий. Будущим геологам рассказали о возможностях компании и о главных сферах ее деятельности. Одна из самых обсуждаемых новостей за последнюю неделю – повышение цен на проезд в общественном городском транспорте. Как нововведение коснулось жителей города, расскажет Олеся Чеботарева. 25 рублей – разовая поездка, 23 рубля – через такую транспортную карту, 15 рублей – если купить проездной на месяц. Именно такой станет цена за проезд на общественном городском транспорте уже с 18 апреля. Соответствующее постановление было опубликовано 7 апреля Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам. В документе подчеркивается, что решение о повышении тарифов на перевозку в общественном транспорте столицы республики вступит в силу через 10 дней. Повышение стоимости проезда объяснили высокими ценами на топливо, электричество и запчасти. Кроме этого, перевозчики хотят обновить автопарк. Наша съемочная группа узнала, как отреагировали казанцы на поднятие цен. Как, как, как? Никак. Не ездишь же тоже не будешь. Наверное, это несправедливо, потому что мы люди. Допустим, мы не получаем пока еще ни стипендию, ни зарплату и не всегда способны оплатить проезд. Наверное, надо. Государство так надо. Отрицательно. Все-таки у людей становится, значит, соответственно, меньше денег на то, чтобы потратить их кому-нибудь, на что-нибудь. Но понимаю, с другой стороны, что это неизбежность. Цены растут, все повышается. Мнения разделились. Для многих повышение цен стало серьезной проблемой. Но и нашлись люди, которые относятся к изменениям равнодушно. Закон есть закон, и горожанам придется платить фиксированную цену за проезд или выбирать для себя альтернативные виды передвижения. Олеся Чеботарева, Максим Матвеев, Универньюз. Согласно традиции, при подготовке надо выпить это в четыре глотка. Большее число является признаком нерешительности. Назовите это одним словом. Если вы ответили сакэ и точно знаете, что речь идет о подготовке к японскому обряду харакири, а цифра 4 ассоциируется в этой культуре со смертью, то, возможно, вам пора подаваться в знатоки что где когда. Да, турнир по этой игре прошел в рамках интеллектуальной весны КФУ. Подробнее расскажет Диана Авакян. Популярная интеллектуальная игра «Что, где, когда» уже более 40 лет собирает любителей головоломок и сложных вопросов. Особенно полюбившиеся студентам игра ежегодно входит в программу интеллектуальной весны КФУ. В этом году турнир собрал рекордное количество заявок. Малый зал «Оникса» еле вмещал в себя более 400 студентов. Стоит отметить, что среди участников были как новички, так и профессиональные знатоки. Я давно участвую в интеллектуальных играх. Мы с командой выигрывали чемпионат России. И из остатков команды собрали команду здесь, в Казани. И неоднократно уже занимали призовые места во многих конкурсах. Для меня это хобби, но в то же время это способ мышления. Это некоторые практические навыки, которые помогают где-то в жизни. Игра проходила в три этапа. Нам же удалось оказаться в самом разгаре интеллектуальной битвы. Интересно отметить, что прошедшие годы ничуть не поменяли формат игры. Однако содержание вопросов, несомненно, начинает отражать современность. К примеру, в «Ониксе» предметами бурного обсуждения знатоков стали сериалы, игры и комиксы. Но до сих пор от участников требуется не столько эрудированность, сколько логические размышления и неординарный подход. В серии комиксов, посвященной событиям, происходящим после гибели Капитана Америки, действующими лицами являются скептически настроенные Росомаха, Халк, миллионер Тони Старк, скорбящие друзья Капитана Америки и тот, кто в конечном счете его заменит. Напишите название любого из выпусков этой серии. Как вы знаете, совсем не обязательно быть гиком, чтобы правильно ответить на этот вопрос. Кажется, ответ и так лежит на поверхности. Ведь всего-то надо было назвать пять слов, символизирующих стадии принятия смерти. Скептически настроенные Росомаха – это отрицание, яростный Халк – это гнев, богатый Тони Старк – это торг, скорбящие друзья – это депрессия, и зимний солдат, принимающий пост Капитана – это принятие. Принять участие в игре «Что, где, когда» студенты КФО могут не только в рамках интеллектуальной весны. В каждом институте вуза действуют свои клубы, куда может записаться любой желающий. Диана Авакян, Руслан Урозаев, Универ Ньюс. Какой университет Татарстана самый спортивный, а его студенты самые сильные, быстрые и ловкие? Ответ на эти вопросы мы с вами получим уже совсем скоро. Спартакиада вузов РТ выходит на финишную прямую. Одними из последних шанс пополнить копилку своих альмаматор получили боксеры. Кому удалось покорить ринг, расскажет Александр Александров. Традиционно апрель для многих вузов Татарстана в буквальном смысле становится ударным месяцем. Ведь именно под занавес ежегодной студенческой спартакиады проходит соревнования по боксу. И с каждым годом университеты подходят к ним все серьезнее и серьезнее. Вообще с боксом в республике все хорошо, а в студенческом в частности дело в том, что от 17 до 27 это как раз тот возрастной период, когда вообще все в человеке, на самом пике. И конечно хочется побеждать. Поэтому традиционно бокс является видом спорта для студентов интересным. Это единоборство, где в рамках ринга можно все свои спортивные качества показать. Ежегодно в фаворитах турнира по боксу три вуза республики. Казанский федеральный, архитектурно-строительный и повозка Академия спорта. И главной интригой соревнований уже несколько лет остается лишь порядок, в котором спортсмены этих университетов расположатся на пьедестале. Больших сюрпризов не преподнес и 2016-й. КФУ в ожесточенной борьбе обошел строителей, а академики не оставили ни малейшего шанса ближайшим конкурентам. К разряду приятных неожиданностей можно отнести тотальное преимущество боксеров Казанского федерального сразу в нескольких весовых категориях. Представителей КФУ не было среди призеров всего в двух весах, а где-то наши ребята и вовсе решали между собой судьбу золотых медалей. У нас в этом году собралась очень крепкая команда. У нас по составу, по профессионализму, по званиям, она самая звонкая, самая громкая. Я очень доволен, потому что конкурентная борьба – это первая команда. У нас команда архитектурно-строительного университета. Каждый год мы с ними боксируем, как матчевые встречи. Два вуза, которые очень сильно культивируют. Я думаю, что традиции бокса университета мы будем развивать и дальше будем стараться выбирать. Кстати, успех Казанского федерального на ринге позволил нашему университету выйти на чистое второе место в общем зачете спартакиады и даже оставляет теоретические шансы побороться за золото. Так что болеем за наших. Александр Александров, Ленар Довлетяров, Универньюз. На сегодня это все. Оставайся в курсе событий вместе с каналом «Универсмотри». До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!